Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Hobbit of Life. Я немножечко побегал и большинство вещей сделал, которые нас продвигают дальше по квестам. Первое, я воспользовался комментарием и сбегал еще раз к Антону в надежде того, что он даст нам квест на Бонда, и он его нам таки дал. Что, собственно, замечательно. Нас взлом, заказ, который мы должны обсудить с Бондом, к нему мы вернемся. Также я делал бесполезные эти мелкие квесты у зэков и у товарищей Бухари, а именно у того товарища, который у нас хлам скупал. И он нам... мы у него не подняли репу до сих пор с Заки, но Заки дал нам квест на Жезл Диониса. Зак доверил вам Жезл Диониса, волшебный артефакт, который Бухари использует в ритуалах последней пьянки. Отнесите его старой цыганке Ванге, чтобы она зарядила его магической силой. Суть в том, что это своего рода ритуальная чушь, в которую почему-то Заки верят. Но мы уже возле Ванги, поэтому наша задача выполнять этот квест, невзирая ни на что. Так, мне пришло Заки показать Жезл. Чё, уже пора? Ну, значит, прямо сейчас и начнем. Погоди, что значит начнем? Если ты хочешь, чтобы Жезл был заряжен вовремя, тебе придется мне помогать. Ну ок. Жезл хранит в себе древние чары. Когда мы наполним его силой, они обретут невероятную мощь. Не нравится мне это? Насколько древние? Еще с тех языческих времен, когда приносились кровавые жертвы. Да, нам понадобится кровь живого существа. Точнее, нескольких людей, что ли? Фу, нет, конечно. Эт Жезл не настолько крут. Нет, нам нужна кровь трех животных, каждая из которых крупнее предыдущего. Четвероногая добыча, крылатая добыча и хищник, который ловит их обоих. Крысы, голуби и кошки обычных. А у меня все есть. И ловить их, конечно, придется мне. Да. И я пока приготовлю все необходимое. У меня есть все животные, да? Хе-хе-хе. Держи. Вот так на изичах. Отлично. Будь наготове и не мешай. Молча кивнуть. Ванга ходит кругами вокруг столика, на котором лежит Жезл в окружении сожженных пучков травы. Следи за ритуалом. Спящие силы древнего Жезла. Скромную просьбу мою услышьте. Время настало вновь пробудиться, боль мировую и спить полной чашей. Не блите слову, примите жертву. Передать дохлых животных. Ванга смешивает кровь животных и капает на Жезл, потом ненадолго затихает. Нет, погоди-ка, не нравится мне это. То есть, мы все взяли правильно? Ритуал прошел успешно, а вот с самим Жезлом что-то не так. Он теряет силу намного быстрее обычного. Разве это плохо? Нет, не может быть. Весь ритуал впустую. Это можно как-то исправить. Есть один способ, но он очень опасный. Дыры, через которые утекает сила, можно заткнуть темными осколками. Это еще что за херня? Такие маленькие черные камушки. Мало кто знает, что на самом деле эти частицы... Это частицы ада, наполненные силой самого Люцифера. До этого колдовства их нужно как минимум 10. Люцифер, ты серьезно? Дичь какая-то. Думаешь, что хочешь, но эти силы реальны и очень опасны. Ладно, где взять эти осколки? Мне что, в ад за ними лезть? Нет, достаточно, чтобы ад пришел к тебе. Что? Говорят, недавно в городе появились какие-то сатанисты. О-о-о, может быть они тебе помогут. Еще лучше. Интересно, чем все это закончится? Где вообще искать этих сатанистов? Без понятия, я о них слышал только края муха. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Все, что я могу сказать? То есть... То есть... Я знаю, где сатанист. Но я знаю, что один из сатанистов уже не сатанист. Он получил лично от меня люля. Немножечко. А второй сатанист вроде бы как не особо общительный, но я тоже знаю, где он находится. Ну окей. Технически я сам сатанист. Если так, обернуть ситуацию с другой стороны, то я же занимался поклонничеством этим, да? Соответственно, я тоже сатанист. Но я сам себе камушки не дам, правильно? А, стоп, мне еще говорили к врачу. А, бля, все закрыто, да? А, сейчас открыться должно. Сейчас должно открыться. Может, я чуть подожду? Хотя похер, что мы ждать будем? Мы пока дойдем, как раз уже начнется время. Так, давайте я сначала забегу к Бонду. А потом от него как раз мы и пойдем к сатанистам. Там, в принципе, рядышком. Там недалеко. Короче, чуши и мистификации здесь очень много, как оказывается. Кто бы мог подумать. Я куда-то не туда зашел, да? Совершенно не туда. Мне тут надо было в паркур идти. А я не в паркур пошел. Опа! Мастер паркур про 3000. Хобана, хобана. Все, уже должны открыться. Здрасте. Хотите у меня купить какое-то ненужное дерьмо? Например, живу. А, стоп, ты умеренный. А, на похер, забирай. Бонд, ты жив? Так, Антон сказал, что у тебя есть наводочка. Моя рука так и не зажила, так что можешь сходить туда сам. Так, главное, все объясним. Жилой дом довольно интересный. По слухам, там куча антиквара и никакой охраны. Загляни туда, перенеси все ценное, об остальном я позабочусь. Ок. Наша задача сейчас поднять с ним репу. О, ты сам на меня вышел, друг. Это то, что я думаю? Или нет? По-моему, да. Давайте быстренько сбегаем. По-моему, это на углу домик, который я... Шастал, но я там ничего не воровал. Честное слово, не воровал. Хотел, но не воровал. Бандюк есть? Бандюка нет. Но нам как бы и похер. Мы теперь гроза бандюков. Теперь не мы их боимся. Теперь они нас должны бояться. Либо один из этих, да. Не тот, который я думал, но ладно. Дупи-дупи-дупи-дупи-дупи-дуп. Где у вас антикварят? Ту-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вкусняшечка. Еще раз счетку. Ух, ни хера ты вовремя вышел. Дружечек, до свидания. Так, это сразу сдаем, да? Отлично. Я надеюсь, что мы сейчас репу повысим. И сможем взламывать закрытые здания. Меня только смущает тот факт. А что мы там должны такого найти? Или мы сможем воровать квартиры? Оборвывать? Сложный вопрос. Но пока не проверим, не узнаем. В любом случае. Здравствуйте, мент. Беги, беги. Ты спортсмен, бомж. Ты спортсмен. Давай, 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 давай. Красава. Так, взлом. Держи. 150. Доверие плюс 8. Отлично. Мы сейчас сделаем из тебя нормальный взломщик. Да я лучше, чем ты. Уже успокойся. Так, взломщик. Есть. Приобрести умение. 300. Кража 4. Замечательно. Хоть что-нибудь взяли. Дальше у него мастер взлома. А у меня эксперт взлома есть? По-моему, был. Эксперт у меня есть. Теперь тем, как сломаться. Отмычка выдержит две дополнительные попытки. Бонус шляпа. Мы, в принципе, и так все замки беспрепятственно открываем. Страдаем от ломки. Пивашку в рот. Все пройдет. Так, Бруно. У Бруно у нас голяк. Попросить. Отозвать бандитов на сотки доверия. Не подкинешь динжат. Дать наводку. Наводка дается. Опять же, я думаю, что какой-то квест еще с ним должен быть. Чтобы поднять репу до 100. Это раз. Два. Мне все-таки он должен как-то участвовать в голосовании. Так, я выполнил заказ бонда. Молодец, зайди попозже. Будут еще заказы. Обязательно. Ну, попросить я тебя ничего не могу. Магнитолы надо. Бери. Не найдется работы. Бонд говорит, что присмотрел очередное местечко. Мне кажется, мне кажется, что по пути выполнения квестов с Бондом у Бонда появится какая-то возможность. Либо он замолвит сам словечко за нас. О, уже продвижение. Так, ему нужно много времени на лечение руки. Угу. Если тебе нужны будут отмычки, приходи ко мне. Антон сказал, что у тебя есть наводка. Можешь сходить туда сам. Окей. Сейчас мы проверим, что он имел в виду про отмычки. А, мы можем попросить у него отмычки. Ну, такое. 40 репы отдать за отмычку. По поводу руки, кстати. Мне говорили попробовать сходить к красавчику. А, ни хера себе. Это куда? Наводку на место, где можно поживиться ценным товаром. Склад, который он указал на бедорогой электроникой. Проникните туда и отнесите добычу Бонда. Фирменная электроника. Ее пересети. Ну, мы туда уже на транспорте, наверное, подъедем. Сейчас, насколько далеко от нас доктор? Не так уж далеко. Короче, затея была в том, что мы знакомы с доктором. И попросить его помочь Бонду с рукой. Мне кажется, что это либо сработает, либо этого не будет. Либо это сломает квестовую систему с Бондом. То есть, фишка в том, если мы ему похилим руку, он будет говорить, да, я и сам могу справиться, пошел ты в жопу. Вот. Либо это не будет так работать. Блях, у меня почему в своем виде врач, по-моему, здесь. Доктор, доктор, очень хочет сообщения. Так, я тут кое-что нашел. Попросить. Обработать? Нет. У нас ничего нет. Прикольную бутылку бери. Крутую бутылку бери. Прикольную надо оставить. Хотя бы одну. Она может пригодится. Так, попросить болезнь обработать, лечить отравление, это нам не поможет. Получить медпомощь. Нам тоже это не надо. То есть, мы попросить его полечить нашего товарища, условно говоря, не можем. Плохо. Просто очень плохо. Ничего более сказать не могу. Окей. Двигаем тогда в сторону сатанистов. Один у нас находится здесь, второй у нас находится здесь. Будет супер, если мы с первым сможем договориться, и нам ко второму не придется идти. Сейчас, сейчас будем на месте. Естественно, сатаниста тут охраняет бандюк. На, покури. Расслабься. Сатанист. Ты знаешь что-нибудь про темные осколки? Слава сатане, конечно. Темные осколки это дары нашего господина Люцифера. Они наполнены его силой, а делаю из них талисманы. Где их взять? У тебя они есть? Есть, но я тебе их не дам. Лучше умереть. Если они попадут в чужие руки, я навлеку на себя гнева Люцифера. А я не хочу портить наши замечательные отношения. Но они мне нужны. Я сам не верю, что я это говорю. Они нужны мне для ритуала. Для ритуала, говоришь, очень интересно. Да смотри свои осколки, я тебе не дам. В конце концов, Люцифер даровал их лично мне. Но я могу объяснить, как их получить. Имея ввиду, для этого придется приносить жертву. Опять, ну почему для всех этих дел нужны жертвы? Ладно, сколько кошек надо зарезать? Кошек? Не-не-не, ни в коем случае. Все знают, что кошки служат Люциферу. Он даровал им 9 жизней. Особенно черным, они вообще элита ада. Тогда что за жертва? Как ты думаешь? Ад признает только одну валюту. За его многочисленные дары надо платить собственные жизненные силы. Я должен продать душу сатане? Ну, это не долгосрочный контракт, а разовая сделка. Что-то вроде лотереи. Ты пожертвуешь немного крови и получаешь что-нибудь взамен. Если повезет, это будет темный осколок. Как это сделать? Этого мало. Все не так просто. Тебе нужен определенный ритуал. Вообще, я чувствую в тебе силу. Не хочешь стать последователем нашего учения? Ладно, если это поможет мне добыть осколки. Так, еще лучше. Интересно, чем все это закончится? Где вообще искать этих сатанистов? Ясно. Еще тебе понадобится куриная тушка. Погоди, ты же говорил жертву, но приносить жизненную силу. Да, но курица тоже нужна. И какая любая? Да, но она должна быть сырой. Впрочем, замороженная тоже годится. Положи курицу на алтарь и окропи ее кровью из своей руки. Это запустит ритуал. А потом останется только вознести хвалу силам происподней и получить награду. Ну, попробуем, что ли. На твоем я могу это сделать? На твоем я не могу, то есть это мне нужно на моем делать, да? Я правильно понимаю? Так, ты знаешь что-нибудь? То есть этот диалог просто повторяется. Ну, естественно, на его месте я ничего не могу сделать, да? Он окроплен святой водой. Там уже ничего не сделаешь. Бляха, тогда придется на базу взять. Давайте я, наверное, сразу проверю второго. О, бандюк. Здорово. Сам ты пуповина, что ты меня обзываешь? Гуляй, кури. Я ко второму схожу, на всякую позову. Может, он нам их просто выдаст. Либо ритуал у него надо будет провести. Чтоб потом не бегать туда-сюда. Чтоб не было дебельной ситуации. Сейчас он скажет, я не сатанист, иди в жопу, и будет обидно. Не, он еще сидит здесь. Оставь меня, что же мне теперь делать? Так, отлично, он более не сатанист. То есть вот этот тип второй сатанист, это наш как раз спасательный круг. Назовем его так. В случае, если бы мы... Ну, в случае, который у нас произошел. То есть основного сатаниста мы искоренили. И нужен был какой-то вторяк. Для того, чтобы мы этот квест могли выполнить. Но! Последовательность квеста подразумевает то, что мы в любом случае уже имели алтарь у себя дома. Соответственно, мы сейчас попробуем провести ритуал дома. Правда, я не уверен. Либо у цыганки, либо дома. Два варианта есть. Но я не уверен ни в одном из них. Но я попробую, мне же ничего не стоит, правда. Крови у нас много. Жизненных сил завалились. Было бы только желание эту жизненную силу потратить. Так, здрасте. Ритуал совершается только по... А сейчас утро. Понял? Иду в жопу. Все очень просто. Так, мне нужно еще мишку найти. Пока что мы никого не травим. Погнали тогда на магазин. Дожились все по ресетте. Ладно, когда мы по своей воле сатанизмом занимаемся. Но когда нас принуждают, это уже выходит за все рамки. Так, где установочка? Давай, меня закидываешь туда. Ночи мы дождемся в любом случае. Я, походу, кстати, здесь бегал. На этих складских помещениях. Только я, по-моему, внутрь там никуда не заходил. Фонарик вырубим. Самая беспаленность. Так, куда нас ведут? Нас ведут вот сюда. Ребятки, ребятки. А что-то у вас стыбзить можно? Можно. Я даже знаю, по-моему, где... Нет, не здесь. А где? Молодой человек, проходите. Здесь ничего нет. Темно, как в сороке. Тоже ничего нет. Ну, может, ящик не отмечается. Я его сейчас... А, вот. Вот здесь. Уходите, молодой человек. Угу. 116 отмычек. Просто. Так, мега техника. Бухлишко. Ты откуда взялся? Изыйди. Изыйди. Я свой. Я складской работничек. Наверное. Нормально такие запасики, слушайте. Правда, что они в жопе мира находятся. А то ступенька будет. Я думаю, с чего я упал. Что за херня? Так, магнитолки есть. Две магнитолки. Супер. Пока что это самые язычные деньги. Бля, здесь еще две машины есть. Ребята. Кто-то сейчас разживется, мне кажется. И аптечечка вообще хорошо. Так, нас немножко снегом засыпает, но жить будем. Однозначно жить будем. Еще две магнитол. Сколько у меня всего магнитол? Подождите. Где оно? Бим-бом-бом-бим-бом. Магнитола 19 штук. Щуперест. Щуперест. Окей. Что я могу сказать. Так, этот мы забрали. Тогда на остановочку опять к Бонду. Мне кажется, что завязка именно в том, что мы с Бондом должны докрутиться до максим... Твою мать, это не остановка. С Бондом должны докрутиться до максимума. И тогда мы сможем все-таки уговорить Бруно. На то, чтобы он за нас голоснул. За то, чтобы он за нас голоснул. Вообще, у нас сколько осталось? Мне писали, по-моему, шесть голосов надо, да? Мы работаем над Ференцем, Заки и Бруно. Погорельцы у нас мимо. А Шизик получается... Да, вот, шесть голосов нужно. А Шизик у нас пока что в мертвой точке стоит. Потому что у нас последний квест с ним, это отравить алкашей. Проверю просто. На всяк пожарный. Отравить алкашей, но мне кажется, что пока мы голос алкашей не получим, нет смысла их травить. Это максимально неоправданный риск. Бляха. Дыхалки не хватает. Так, взлом, держи. Угу, бабло получили. 59 опять не хватает одной реп. Твою мать, ну за что? Я же быстро взломаю, быстро приношу. Но могли бы на одну репу больше дать уже, ну. Что за люди, мать их, заново? Тоха. Так, заказ выполнен. Молодец, зайди попозже, будут еще заказы. Не найдется работенки. У меня горит контракт на магнитолу с конкретной тачки. Давай. Автомагнитола это роскошное. А обычные магнитолы тебе не нужны. Зажрался ты, Тоха. Зажрался в край. Сейчас я попробую с Бруной еще раз поговорить. Там бармен иди в жопу. 95 все еще остается. Нехорошо. Ладно, что за тачка? Нихера себе, я только оттуда. Дружочек. Ты че ж такое делаешь? Мне еще надо мишку найти. Вот что самое дурацкое. Зажрался. Пока у нас появилось только отмычки у него. Ничего с репой связанного, к сожалению, нет. Окей, опять на транспорт и опять идем воровать. Нам в любом случае нужно будет дождаться ночи. Хотя, может, не на транспорт. Может, я пешочком сейчас пройдусь. Я хочу к Анатоличу забежать. И пообщаться, наверное, даже. Хотя нет, там нихера не будет. У кого у нас еще мусор? У Анатолича, у Леоса? Да и вроде все. Больше никто никакую прям дичь откровенную не продает. Как они. Ладно, хрен с ним. Так, ментов не мах. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тю-тю-тюр. Твою мать, меня спалили. Товарищ мент, я ничего не воровал. Честно, честно. Где жопу отсюда? В ту сторону иди. Красавчик. У меня сейчас, правда, по идее повторно спалит. Сейчас я присяду. Ассэсин 3000. Идеально. Шикарная джинсовая курточка. Ее пара сэтам. Заживем. Заживем, агагай. Да твою мать Да чуть-чуть же, ну Опять шлем в мотоцикле Шо ты будешь делать? Давай, ё-мать, я настолько жирный, что не пролажу Да уйди Так, госпожа, у вас что-то появилось интересное У тебя, кстати, воды закуплю Немножечко пить люблю, капец Никак по-другому быть не может Он утолич Так, во-первых, как делишки Три рома Такое, бывало и получше Магнитолы надо Одна штучка, ну лучше, чем ничего Так, у него есть готовый мишка Найс, правда за 300 собака ты такая Бог тебе судя, ты понял, да? Так, мишки есть, мишки мы должны были алкашам принести, да? Нет, да, нет, по-моему да Нет, велосипед это вот здесь, да Это возле нашей подружницы, окей Погнали тогда воровать Я по правильной дороге иду? Пробегусь, короче, сейчас воруем и сбегаем заодно, дадим мишек Так, вроде бы вот он конкретный транспорт Похожий на Мерседес Твою мать, меня спалили Быстро Здрасте, здрасте Ой, он прям бежит В чем дело? Ты задержан на месте преступления Пойдем в отделение Попытаться объяснить ситуацию Уф Ну, хорошо, в этот раз арестовывать не буду Но учти, мы за тобой следим У меня даже столько нет Я нищий, нищий, посмотрите сами Больше так ничего Пока, мент Это было несложно Что там еще по лесу следует? Отлично, вообще Мало того, что в тюрьму не загребел Так еще и штраф не платил Идеально Что я могу сказать? Сейчас Бонду тогда сдаем И как раз пойдем к чуваку в палатке Отдадим ему мишек Естественно, ты тут стоишь Что ты хочешь? Иди кури в сторонке Все, сейчас будем у Бонда Так, милашка А, стоп А мне разве Бонду надо было? Не-не-не, мне же Кантохи Что, я сюда пришел? Бывает, бывает Shit happens Ничего страшного Так, Антуан Держите Отлично Вот оплата И новую работу мы у него уже взять не можем Обычный магнитол надо? Супер У нас опять 7 тысяч почти Ой, ужас Десятка будет у нас набита вскоре Но пока ее нет Пока ее нет Сейчас я еще раз попробую Бруну потеребить У них бывают резкие просто скачки По отношению к нам Деньги у него просить такое Просто опять же, мы уже брали наводку на кражу Это просто дает нам возможность 100% воровства То есть не более чем На репу это не влияет На... Не на что это, в общем, не влияет Поэтому это шляпа Так, добрый день, Диндонь Кому нужны были Михаилы? Мягкие игрушки Держи То, что надо Прямо сейчас и займусь Придется повозиться Но вот увидишь Велик будет просто чумовый Жду с нетерпением Доверие плюс Здесь мешок с мусором Слушай, нормальный чувак Ты меня здорово выручил Знаю, что вот это тебе Сумка со всяким хламом Спасибо Как делишки? Да вот, держимся Спальники выручают Вопроса, надолго ли хватит Окей, гамола Все, они кайфуют от спальника У них вообще вопросов нет У матросов нет вопросов Так, что за пакет с мусором? Так, вот пакет с мусором Давайте я все книжечки юзну Общение, торговля, ок Отличная ткань Портсигар Сигареты, целебная мазь Талисманов рекавери Все статы, которые понижены Повысят All lower stats Максимум А у нас нет заниженных статов А в смысле у нас нет заниженных статов Ок Мы можем один раз умереть Вообще без проблем Теперь Благодаря этому талисману Но, к сожалению, этот квест к голосам нас не привел Но Не столь важно Так, что там до ночи осталось? Фигня, да? Бесхозное имущество металлолом Ааа, я же не закрыл этот квест, да? Давайте я закрою Там кто-то предполагал, кстати Что не спаунится лут Из-за того, что я этот квест не закрыл Но что-то мне кажется, что это абсолютно не связанные вещи У меня просто забагался кусок локации Не более чем Так, а по услугам я сейчас за одну Клеосу забегу тогда Вообще песня будет Туго-туго очень идет репа у них Но ничего страшного Мы, если справимся, то будет вообще Бимба Бимбалябамба По-хорошему нам нужно два голоса сейчас забрать И мы уже будем кайфовать А, стоп, я не просчитывал, да? Если мы заберем Ференса И Заки Ну да, если мы еще в рунах оботнем каким-то образом Выведем его на диалог, скажем так О голосовании Тогда у нас, по сути, все три голоса уже в кармане будет А этот дорогого стоит так-то, если шо Так, Лангас, насчет работы с металлоломом Ты право-халява полная Держи 100 крон, кайфуй Ни в чем себе не отказывай Так, просить тебя ничего не буду Камни, 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 камни Точно, вот же здесь оборвать можно Я как-то совсем забыл Бляха, то, что за простыми замками Чаще всего такая шляпа То, что за средними Там уже более-менее полезные вещи Сложные тоже бывают шляпы, но Чаще полезные Но простые замки, это ужас Просто ужас Я сейчас рассчитываю на то, что Леос нам даст задания Желательно несколько Но не факт Он может сказать, ни хера не надо Иди в жопу И все Так, Леос, найдется работка Пошибать деньги, опять Рискать здоровьем не хочу Да давай, боже, мне похер Мне репу поднять Так, у них что есть Да шляпа это все, товарищ Шляпа Пусть даже и дешево Относительно, но все равно шляпу Ни о чем я его попросить не могу Сейчас я поспрашиваю еще бандюков Учить меня больше не хочешь? Хочешь научиться правильно бить морды? Ладно Раз Фернс не против, я тебя погоняю Так ты уже научил, получается Бадон бесполезен А каши, по-моему, не относятся, кстати К бандюкам Я могу ошибаться, но вроде бы он Немножко отстранен от них А, я вспомнил Сейчас Те два типа, которые сидят справа Мне говорили, что у них могут быть Квесты еще связанные с бандюками Вот здесь же, по-моему, у гнойного, да? Типочки, типочки Так, как дела? Говорят, у тебя есть работа Посмотри, все очень просто Мне надо отнести кое-какие вещи Ребятам Фернс А-а-а Тут была проблема в том, что он им не рад В том, что Фернс не желает Вить мою рожу в своем лагере Ну, давайте По сути, в нем ничего плохого нет То, что мы отнесем Это журнал, сигареты, пивашка Целый пак пивашки Шесть банок Я думаю, нам за это по голове не прилетит Скорее, наоборот Хлеб и зрелищ У Виктора Есть подарки для людей Поскольку С самим Фернсом он недавно поссорился Будет лучше, если эти подарки принесете вы Качку, гуляш Бадому, пиво Леосу, познавательный журнал И каши А, каши все-таки их парит Понял? Держите подарочки У тебя подарок Виктора И какой же Журнал Угу Кинь куда-нибудь на стол Я потом Гляну Спасибо, передавай привет Так, я передам репу Плюс пять Вот, это очень важный квест, оказывается Дальше Упаковка пива Бадому Гуляш качку Гуляш Доверие еще плюс пять Бадом Тебе подарочек Пиво Пиво же Ух ты, мое любимое Да, пиво Так, а тебе получается Остаточные Сигаретки Отлично, спасибо Всегда пожалуйста Так, мы всем все раздали Сказали Виктору, что вы доставили подарочки Давайте Я очень хочу верить, что этот квест нам поможет сейчас репу подкинуть вверх Потому что иначе Дай бог, чтоб не опустила репу Ладно Подкинет хрец, Зим Так, я все отнес Отлично, надеюсь ребята не забудут, кто о них заботится Для тебя тоже кое-что есть Целебная мазь, окей Пригодится, если заболеешь Так, ну почти Я хочу устроить вечеринку, но для поднятия настроения Что может быть лучше за артных игр Будем играть в покер? Не только, еще лотерея Я уже давно собираю для нее билеты Если захочешь помочь, буду очень рад Но ведь эти билеты продаются в любом киоске Именно, продаются Покупать их без толка Вот стащить из кармана какого-нибудь лоха Совсем другое дело А еще некоторые идиоты их в мусорку выбрасывают случайно Типа Ты хочешь продать их людям Фернса Именно, но если попадутся, принесут тебе Лотерейные билеты У меня 4 из 5 Сейчас принесу, товарищ Бляха Да реально, мне проще у богачей стырить эти билеты Но Но, 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 не факт, что мы сейчас вообще кого-то встретим из богачей Так, еще раз сейчас проверим Хлеб зрелищ О, деньги за крышу у нас Раскин, Финн, Пейер и Медведь Кружочек хороший, надо будет мотнуть Сразу скажу Кружочек хороший, там я за одной билеты найду Сейчас я быстро обойду, короче Это уже пройденный этап Такс, оба вопросика закрыты Я мега кабанчиком пробежался Как раз ночь уже подходит К делу Так, лотерейные билеты держим Больше бы ты все равно не выиграл Ну, в общем, да Спасибо за помощь, ребята будут в восторге И вообще, может быть, на этой вечеринке даже получится поднять деньжат Зайди как-нибудь потом, может, еще какое дело будет Ок Нужна хорошая нычка То есть ты хочешь отсюда уйти? Нет, тут есть кое-какие вещи, которые надо держать подальше от Ференца Их довольно много Так что нужно практически небольшой склад Если вдруг есть на примере подходящий мир, скажи Что мне за это будет? Часть этих самых священников пригодится Ок И... в смысле? Если вы построите склад в своей хижине Этого вполне хватит Построить склад в своей хижине Я не уверен, что я хочу хранить какие-то непонятные вещи Я не помню, чтобы у меня была постройка склад Ну-ка Разберемся Так, стоп, от тебя мне ничего не надо Так, держи деньжата Вот твоя доля, пасибочки Репа, у него уже 95 95, Карл Леуса Репа, 95, мать твою Сейчас, может, у него уже что-то появилось, пуша Столько движа натворили А в ответ тишина, тишина И опять и опять без ответа О, что-то есть Сраться не жить Так, блин, я же просил тебя не связываться с Виктором Не говорите, что я понизил репу, блях Я ему просто немного помог Слушай, мне плевать Виктор у меня в черном списке Если не хочет сам туда попасть Держись подальше с этого урода Я смотрю, какой-то хмурый Хмурый, это совершенно не то слово Что такое? Понимаешь, этот говнюк Виктор подрывает мой авторитет Решил, что он тут круче всех И пытается перекупить моих парней Недавно он устроил что-то вроде лотереи А ты что, не вмешиваешься? Я бы вмешался, но мне нужны проверенные люди Да, эти ребята неплохие Я с ними сидел Но это не старая гвардия, понимаешь? Мне нужно, чтобы кое-кого нашел Кого именно? В городе есть трое моих старых корешей Белка, Грампс и Мазаль Их выпустили раньше меня Вот им я доверяю целиком и полностью Где их найти? Топ-то и дело Я без понятия Но они точно в городе Белка вроде бы говорил, что у него тут есть Приятель по кличке Ти О, Ти-ка я знаю Спрошу Беда в том, что мы уже дважды понизили с ним репутацию Это нехорошо Это в корне нехорошо Но это дало движение, видите? Это дало хоть какое-то движение по Фернсу Так, хорошо Сейчас чисто проверю Грампс, Белки Белка Мазаль Персонажи Белка Бегас Белка у нас отсутствует Грампс отсутствует А вот Мазаль Грампс присутствует, кстати Где? Ага, прямо возле этого И Мазаль, 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 Мазаль Тоже есть Вопрос остался по Белке, получается Блях, они скорее всего по всему городу разбросаны, да? Базука, Багс, Барон Белка должна была вот здесь быть Белка же? Я же ничего не перепутал Белка, да Но при этом написано Что Белка дружит с бомжом по кличке Тик Если вам брось, скажем так Но я двоих знаю Я двоих знаю, значит мне все потеряно Так, тайник мы потом сделаем Давайте я сейчас бегаю к тому, что находится в Жишкове А потом уже с Жишкова двинемся в сторону Бизнес-дистрикта И там попробуем выудить Мазаль, Мазаль Это ж Мазаль здесь, да? Сейчас еще раз Да, Мазаль, значит он в этом, под мостом Короче, сейчас я с ним побеседую Двигаемся к Тику И решаем уже вопросики на месте Так, кто из вас Мазаль? Ты Серега? Ты Мазаль? Я ищу Мазальчика Эту кличку мне дали в тюрьме Я даже помню кто именно Что от меня нужно старине Ференцу? В поддержках У него людей мало и бунт назревает Забавно Слушай, я бы его выручил по старой дружбе Но есть одна маленькая проблема Шо? В тюрьме Ференц отнял у меня зажигалку газовую Ручной работы Совершенно уникальную Я хочу ее назад Так сказать, знак доброй воли И вот тогда уже поговорим Кому набить морду от имени Ференц Ну, это не проблема Зажигалка ерунда так-то Видимо, они ерунда, да? Ну, подтверждение есть Это то, зачем мы, собственно, и шли, правильно? Все, Мазаль убираем Я погнал в центр Так, добрый вечер, я диспетчер Тик, рассказывай Я ищу двоих бородяг, Белгу и Грамса Вон в той хижине глянь Спасибо Какой той? Так, здесь наш бакс под прикрытием Грамс, ты Грамс? Смотря кто спрашивает Ференц Твою мать, его только не хватало Ему нужна помощь Слушай, я освободился до того, как он втянул меня в свои делишки Я этому рад Мне плевать, что нужно Ференца Я в этом не участвую, я завязал Он будет недоволен Кстати, знаете, где найти бородягу Мазаля Это нам не надо, по сути Так, Белка Я ищу бородягу по кличке Белка Че тебе? Не мне, а Ференц Хм, дело в том, что я больше не работаю на Ференца в тюрьме Да, работал Там лучше держаться с теми, кто посильнее и позлее А здесь на свободе? Нафиг он не нужен Тут полно людей поинтересней Посмотрим, что на это скажет Ференц Мне кажется, что весь сюжетный поворот перекрутится таким образом Что Ференц обосрался Вот, единственная его поддержка, которую он может рассчитывать Это будем мы И тогда мы из него уже сможем выжать все соки В том плане, что получим максимум репы И сможем его вынудить проголосовать Мне кажется, что все оборачивается именно так Но это пока что не точно Вот почему здесь остановки нет, блях? Было бы удобно, шо капец Короче, сейчас бежим к нему Сообщаем ему эти своеобразные новости Назовем их так И надо будет быстро бежать домой, потому что мы успеем еще ритуал сделать Я думаю, что мы успеем Хотелось бы верить, что мы успеем Даже так Я вообще надеюсь, что именно если ритуал мы проведем у себя дома То тогда он даст нам осколки Будет очень тупо, если нам за один ритуал один осколок Ну, короче Я очень рассчитываю на то, что мы очень быстро разберемся с осколками Как-то так Вообще, мне кажется, идеальная схема была бы помирить Фернса с Виктором И, соответственно, они станут дружочками на века А мы при этом получим плюсы Я с ним поговорил, они придут Ну, Грамс и Белка дали понять, что знать тебя не желают Ага, с ними я еще раз беру Так с друзьями не поступает Мазаль готов помочь, но он хочет свою зажигалку назад Я даже понял, какую Но я-то думал, что мы никогда не увидимся Я дал ее одному барыге В обмен на информацию в Музере Может, она еще у него? Угу Если этот грязный торчок не спустил ее в обмен на дозу Хотя попробовать не помешает Нету доходу? Нет Сам понимаешь А вот ты, если хочешь, можешь заглянуть в тоннели на улицу Слова Я стараюсь заводить дела до конца Ох, какая репа у нас с ним в жопе Боже ж ты мой Единственный вопрос, который меня интересует Если мы зафейлим Фернса У нас останется шизик Окей У нас... У нас есть пути отступлеть Если прям совсем все плохо будет Нам есть куда бежать Так, хорошо Давайте я сначала забегу домой Хотя сейчас технически не ночь Я опять страдаю от ломки По идее, если я сейчас на транспорт сяду То мы быстренько успеем еще к наркоманам сгонять Так, и кому мы тут должны потеребить? Я заодно доз, кстати, наберу Почему бы нет? Так, старший пушер, давай Давай, давай Три раза Тринадцать доз закупи Неплохо Так, попросить ничего не можем Обучиться не можем Стоп, а о каком бараге туда шла речь? О самом войсле? Нет Нет А? Тут где-то сверху есть какой-то барыг Я был уверен, что это в самом логове Показывает сюда Но тут ни хера кроме мусора нет Правильно понимаю? Абсолютно Невозможно взломать прям Окей А, стоп, барыгишь Ой, это же бляха Я сейчас так навернусь Тихо-тихо-тихо-тихо Зря я сюда спрыгнул Можем в окошки людям заглядывать Это не вот этот товарищ Так, я еще особую зажигалочку Вообще не врубайся в чем-то, правда? Интересно, говорят, ее тебе дал некий Ференс Не ори, идиот Смерть моей хочешь? Ну да, блин, я сучу Ференсу Отдай зажигалку, а то сдам тебе Мойзеру У меня ее нет, честно Ее Мойзер у меня отобрал А у него ты не заберешь Он к себе чужих не подпускает Я уже давным-давно не чужой Поверь, дружочек Ты не шаришь в репутационном институте Очень дебильная ситуация Зажигалка не найдется, а то я свою посеял Мойзер достает богатую, украшенную зажигалку Подходящую под описанием Мойзера Классная А то, откуда у этого идиота Старки такая красота? Продать не хочешь? Почему нет? Но возьму дорого, 800 Может скинешь чуток? Мы все-таки друзья Если бы мы не были друзьями, я бы тебе ее вообще не предложил 800 и точка, ты мразь, а? Ладно Жри говно Так, с этим разобрались Жигу вернули, и мне теперь Жигу надо вернуть А почему у меня по квесту идет две Жиги? Стильная обычная и зажигалка Мозеля Ладно, не суть Двигаю в сторону Жишкова под мост Так, забежал к Бруду, и у нас есть продолжение диалога Слушай, не хочу быть грубым, но ты начинаешь меня злить Мне опять передали, что ты тряс деньги на мои территории Ляха Может быть Это последнее предупреждение Если продолжу эту хрень, я умываю руки Мою забыть все, о чем мы договорились Усек Ммм 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 Еще и понизили с ним репутацию Меня начинает напрягать эта созависимость Она ни к чему хорошему не верит Стоп, куда я побежал Я не туда побежал Созависимость от меня немножко напрягает Потому что мы ни с теми, ни с теми до сих пор не договорились Но воняет уже со всех щелей И там, и там, вечно недовольные рожи Так, давай аккуратненько Под мост нам сюда Оп-ца Драй-ца Оп-ца Ца Так, добрый вечер я диспетчеру За жалочка Эээээ Что за нее три сотни Давайте Ты глянь, какой нахал. Ну да ладно. Тебе же и искать пришлось. Отлично, еще и 300 получили. Так, верно, сможешь на тебя рассчитывать? Ага, может, загляну к нему, как только смогу. Ок. Это самое важное, что Мазаля можно рассчитывать. Сейчас стал чуть непонятнее по сюжету, что будет происходить дальше. Потому что он один согласился, то есть сообщник у него один... Стоп, кстати. Можно ворваться же в хату. Ворвался, вижу, дальше. То есть суть в том, что я просто могу обворовывать ночью дома, когда здесь никого нет или что? Собирать обо сцены подушки. Это мощная перспектива. Ничего не скажешь. Мощнее не видал. Бляха, что мой, суисайджамп. Аккуратненько. Оба, 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 оба. А, отлично. Паркур про, 3000. Пока непонятно, в общем, по сюжету, что будет происходить. Но ясно одно, что мы больше не берем квесты на... Не выполняем, точнее. Квесты, связанные с бором бабла. Да, они нам, в принципе, уже и не помогут. Как показала практика. Потому что мы выжили максимум из Леуса. У него сотка репутация. Там надеяться не на что. Хера себе, он взлетел прям. Здрасте. Он поможет. Это очень здорово, спасибо. Мне так не хватает надежности союзников. Ага, значит надежный. И мы вернули 10 доверия. Еще раз прощу, пару же дам. Ну, то есть... Ну, нет. Подхода. Вообще никакого. То есть Виктор нам минуснул 10. Мы сделали квест, плюсанули 10. То есть загладили. У Бруно такая херня не сработает. Потому что у него нет квестов, соответственно, мы у него... Не можем плюсануть. Хотя уже два раза минусанули. Сейчас я еще раз к Витьку сбегаю. Может он что-то полезное расскажет. А так надо, да, подумать, как поставить этот склад у себя дома. Но это просто единственный вариант развития событий. Единственный вариант развития событий это... Не знаю, угнетает. Потому что другого не дано. Сейчас я гляну на базе. Если что, мы прямо здесь поставим. У нас же базы типа разные. Но при этом объединены. Стройматериалы у нас объединены. Так что можем глянуть. Может у нас появился отдельный крафт? Сейчас как в миссии звучит. Если вы построите склад в своей хижине, этого вполне хватит. Окей. Так, это мы делаем ткани. Это понятно. Это шляпа, собственно, рисунок, целебная мазь. Это не то. И не так. Склад, вот. А, требует бочонок. Точно. Майснер же у нас продается как говно. Майснер, дорогой мой. Ты не бухой? Отлично. Естественно, у него этого добра сейчас не будет. Когда-то потом, возможно, обязательно. Короче, придет сейчас по вот этим свальщикам. Я не знаю, как их еще назвать. Побегать, поискать эту, собственно, бочку. Либо пойти по промышленным этим полазить мусорникам. Какой у нас день уже? У нас уже одиннадцатый день. Бляха-муха. Нам надо сворачивать уже весь этот ужас. А у нас простой в трех направлениях. Короче, что-то придумаем в любом случае. Я пока полазаю по промышленным мусорникам. Поищу то, что нам нужно прямо сейчас по квесту. Я забыл, я забыл, я забыл, я забыл, я забыл. Подожди, 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 бжи, бжи, бжи. Део-транспорт, быстро вези меня. Ритуал, ритуал, ритуал. Срочно, срочно, срочно. Быстро, быстро, быстро. Ран, Вася, ран. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Проститью тут, уйди. Страдаем от ломки, да, без В? На пивашку. Так, ритуал. А, минут. Куриная тушка ушла, настроение плюс десять, ярость. Плейгай, минус шестнадцать здоровья. Серьезная книга. Штаны металлисты. Что? Что за херня? Где сраные камни? Сейчас, где у нас барчик? Я совсем забыл. Странный тип. Хочешь порошочка? За сотку забирай двадцать пять, а нам надо пятьдесят. Понял? Мы еще долго к нему ходить будем. Так, я хельнулся, давайте еще раз. И каждый раз мы отдаем тушку. Но мы не получаем камней. То есть от сатаны мы можем получить лотерейные билеты, журналы, одежду. Что мы еще получали? Что еще точно получали? Объедки. Куча еды, объедки роскошные. Сомнительная выпивка. Ну давай еще, терзай меня. Дохлая куша. Полезненько. Так, еще один удар мы переживем, да? Опять объедки и выпивка. Дружочек. Не надо меня огорчать. Еще разок. У нас, кстати, нет никаких предметов, которые дают хилл на откате. Хилл овертайм. Темное пиво? Что? Ну, сатана, естественно, темное. Крыса. Very good. Что еще? Пять лотерейных билет. Нихераси. Заживем. Ух. Косуха металлиста. Почему вещи металлиста падают именно на сатанинском этом? Объясните. Но это причем очень даже неплохие вещи. И штаны металлиста у меня есть, и эти металлисты. Они сколько стоят? А у них нет номинальной цены. Ха. Это только в магазине мы уже знаем, да? Так, окей. Меня еще интересует, что за темное пиво. Его вообще можно пить? Пиво Димон. Что оно дает? От него хочется срать. И пьянеешь. Похоже на пиво от сатаны. Очень похоже. Но пока с камнями ни хера не ясно. Честно. Пока с камнями ни херашеньки непонятно. И самого Адаванга не знаю, где их взять. Назовет спросить у правословских сатанистов. Он нам сказал, что в процессе обряда мы должны его получать. Ритуалы. Но я охерею за... Хотя деньги есть. Просто фишка в чем, я до сих пор не увидел ни одного камня. То есть, если бы за три ритуала у нас хотя бы один камень выпал, вопросов нет. Значит, надо просто долбиться в сатану. Но нет. Нам не дают камни. Нам дают одежду, дохлые птицы, лотерейные билеты, еду. Херовую. С выпивкой херовой. Книги даже дают, слушайте. Мощно. Опять журнал. Сатана знает толк в приколах. Однозначно. И опять еда. Что с этим делать? Тем более, кур у меня не бесконечный, но ее, по-моему, можно закупать. По-моему, ее можно закупать. И она идет как ресурс, а не как... Бля, не хватает просто поиска. Сейчас проверим. А, все, у меня нет больше куры. Короче, по-моему, она берется в магазине. То есть, нам придется ночами затариваться аптечками. Желательно, конечно, мазохистов делать, но не уверен, что он будет работать. Ну, короче. И пытаться получать эти камни. Получается, другого пути нет. На этом у нас тормозится ветка бухари. Окей, что-то придумаем. Пока что, ребятки, я сделаю с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже, получается, в следующем эпизоде. Пока-пока.